А тем временем опасность серьезнее, чем алкоголь, нависла над алмазным краем Якутии. Он вошел в список лидеров антирейтинга региона по количеству больных наркоманией. По официальным данным, общее количество наркозависимых в районе около 100 человек. По неофициальным еще больше. Но есть и те, кто хочет исправить эту ситуацию. Злата Курбанова познакомилась с теми, кто ведет ежедневную борьбу за здоровый образ жизни. Наркологи безоговорочно признают, наркомания это болезнь. Она включена в медицинские справочники и по степени тяжести приравнивается к онкологическим заболеваниям. Так как смертность достигает 96%. Самая распространенная форма у нас получается наркомания. Это в большей степени все-таки гашишная. То есть это наркомания, которую в основном люди употребляют. То есть считается легким наркотиком. Это употребление так называемой марихуаны и различного рода наркосодержащих веществ. То есть ее производных. В зоне наибольшего риска город Мирный, Нерингре и Якутск. Основная категория заболевших людей от 18 до 40 лет. По мнению специалистов, под воздействием наркотиков совершаются преступления. Насилие, шантаж, убийство, грабежи. На сегодняшний день в производстве органов предварительного следствия МВД России по Мирницкому району находится 6 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одно преступление мы расследуем с октября прошлого года, связанное со сбытом большого количества героина. Это три преступления по городу Мирному по факту закладок. Специалисты отмечают, есть положительная динамика. За последние два года уменьшилось число страдающих от наркомании. Если в 2015 году на учете состояло 158 человек хронических наркоманов, то за первый квартал 2017 года – 98. И что самое главное, среди них не обнаружено несовершеннолетних. На моей памяти это случай единичный, я бы сказал, да, в основном те лица, которые довольно-таки продолжительное время употребляют наркотические средства, они, как правило, то есть, как говорят, даже есть же выражение, что бывших наркоманов не бывает, то есть они после того, когда, как говорится, ловят сотрудники полиции, да, привлекают к уголовной ответственности, как правило, у нас первичный, это условный срок дается, а потом в зависимости от степени совершенного тяжести преступления. То есть потом люди просто еще раз попадаются, попадают в места не столь одаренные, так называемые, да, в колонии, после чего, получается, они выходят и, опять же, возвращаются к своей повседневной деятельности. Сегодня любой человек, независимо от его возраста и социального положения, под угрозой ВИЧ-инфицирования, так как основной путь передачи инфекций в Миринском районе – половой. Какие у нас добровольные лечения в наркологии? Это первое. Во-вторых, конечно, по решению суда идут люди, но, поймите мне правильно, это тоже не по их согласию пациента, по согласию пациента. Чаще люди принимают все-таки амбулаторное лечение. Органы полиции активно борются с поставками наркотиков в район. Созданы телефоны доверия, проводят антинаркотические акции, ведут отслеживание вкладок в интернете. Но, несмотря на все усилия врачей и полиции, статистика пока остается печальной.